С 25 по 31 января сотрудники отдела ГИБДД составили 134 протокола об административных правонарушениях. Причины все те же. Больше всего штрафов 15 по традиции выписали за нарушение требования дорожных знаков и разметки. Шесть саровчан так и не научились, что переходить дорогу надо по зебре. За последнюю неделю января в городе произошло 10 ДТП с материальным ущербом. При этом гололед, который грозил превратить четверг в день жестянщика, как ни странно, обошелся без последствий. Начальник отдела ГИБДД Александр Косенков объяснил это тем, что автолюбители уже успели освоиться в зимних условиях. Автошины уже установлены практически у всех зимние, поэтому сконцентрируя свое внимание на повышенной опасности на дорогах, им и нам удалось избежать каких-то неблагоприятных последствий. На минувшей неделе стражи правопорядка продолжили работу в рамках профилактических операций дебитора и такси, о которых мы уже рассказывали в прошлых выпусках новостей. Сейчас в центре внимания любители прокачать свое авто без согласования с госавтоинспекцией. Как показала практика, кроме чрезмерной тонировки, саровчане идут и на более радикальные вмешательства. Установка газобалонного оборудования, оно требует разрешения госавтоинспекции. Устанавливают диски разваренные, те, которые не предусмотрены технической характеристикой транспортного средства. Удлиняют рычаги передней подвески для того, чтобы колею передних колеса увеличить. В Саровском отделе ГИБДД напоминают, что такие инициативы идут вразрез с законом. Если поймают, будут проблемы. Собирается административный материал, объяснение, фотографии, пишется рапорт, делается заключение о прекращении регистрации транспортного средства, направляется в управление госавтоинспекцией по региону, по Нижегородской области. В случае его утверждения оно возвращается к нам, и уже сотрудники регистрационно-экземпционного подразделения аннулируют регистрацию. Операция «Безопасный автомобиль» продлится до 5 февраля. Константин Перевозчиков, Евгения Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей. Саров, 24.